Ну что, друзья, вот у нас бульончик замороженный оказался в кастрюльке. Мы его расплавляем. Или как они говорят, мелтинг. Так, Светочка, что ты делаешь с капустой? Сейчас мы эту капусту будем использовать в этом супе. Для супа? Да, для супа. Но мы ее будем использовать в очень необычном состоянии, потому что мы ее сварим до мягкого состояния, да? А потом мы ее разблэндаем просто с водой, с луком, может быть, со всякими спайсами. Не хватает физически. Ну-ну-ну, мне все хватает, не волнуйся. Вот, разблэндаем, и это будет основа супа. То есть он будет густенький за счет того, что мы эту капусту там превратим в кашу. И это будет основа супа. Вот это именно то, чего я придумала сама. Окей. Потому что, подожди, потому что американцы в основном делают это все на основе муки. У них все супы не жидкие, не прозрачные, а густые. И там мука, вместо муки возьмем из кожи капусты. Капустка порезана. Мы будем делать это профессионально. Можно мы поставим в холодную воду линию, или мы будем ждать, пока он готовится? Нет, это не важно. Окей. Волчок. Это Света говорит, что она начинает пищевать, но новое молоко. Вы видите, что голодный молоко есть? Такой, вы считаете, что соревнования соревнованы лучше? Этот белый торговый. Потому что если вы покупаете в других магазинах, в нынacie не будет так хорошего. Если вы хотите сравнить с соревнованием с соревнований, соревнование имеет вовленькую вкус. и ума в ума будет длина, и ума будет длина. Так как вы кармелизируете. Да, да, да. Это будет длина. Также более комплексная. Есть комплексность, которая происходит когда ты дрыс. Я положу это. И могу я показать вам, как ты держишь? Конечно! Я делаю это правильно? Да. Так, твоя рука здесь. Я делаю это же. Да, это же. Оно, сейчас стремится улыбаться, так как вы положите на то, к примеру. Да. Когда вы видите твою руку, то есть ты тоже слишком мая. Вы должны быть назад. Вы должны быть вверху. Да. И твоя рука на ногу. Да. И тогда твоя рука на ногу. Да. Да. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Да, это да. Да. Да, да. И здесь вот, вот здесь. Это шеф-гриб или пинч-гриб. Как вы ставите? Вот здесь. Потому что если вы ставите pressure здесь, то большинство движется на верхнюю часть. Это называется «свейт-спот». Это где вы должны быть выкладыванием. Если вы выкладываете на тюрьму, то вы ставите на голову, и тогда это движение здесь на верхнюю часть, и тогда вы получите больше, и больше, что вы выкладываете на верхнюю часть. Но это позволяет на верхнюю часть часть вы можете выкладывать, и просто выкладывать. Это легко для рук? Это легко для рук? Это эффективно и профессион. Для этого я не чувствую себя комфортно. Может быть, это не просто? Да, потому что, как мясо так шире, и идти так вот так, это очень сложно. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Так вот, вот так вот. Так вот, вот так вот. Какая идея для полного лунча? Полного лунча? О, против небольшого лунча. Белый лунча – это просто аппетит, небольшие курицы. И полный лунча – это полная еда. Как вы не будете… Что делает это полный? Много различных dishes. Волюция. 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 Я покажу вам. Это тоже маленькие кусочки, или курица? Я бы предпочитаю что-то маленькое, и не могу, как бы и шрадить. Очень же. Да, это всего. Смолы. М-мм, волюция. Да. Мм, волюция. Такая са�на. Волюция. Семь, волюция. И я делаю это. Стоит. Я могу видеть, где есть сады. И я могу снять так, как я не могу снять. Я не могу снять садов. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. Это очень сложный. Это происходит очень быстро. И вот здесь я снял. И вот здесь я снял. Нет садов. Но где я делаю? Где есть садов? Ум. Да, это крайне сложное. А дайс. А дайс. Это будет хорошо. Да, это будет хорошо. А я думаю, что на половине стены. И вот это будет хорошо. Тогда это будет хорошо. Сейчас я могу сделать... И я могу сделать... Я могу сделать это очень маленькое. Это будет слишком маленький, только в половине. И тогда, когда вы двигатель, используя бак. Но используя бак. Но используя бак. Да, да. У нас профессионал сейчас. Да, это нормально. Добавляйте другую сторону, вот так вот, и ты его делай. И вот это было быстрее. Да. Вот такой размер, когда у тебя такой размер. Когда у меня большие белый пепперы, то я делаю другую. И теперь ты можешь добавить мясо, добавить в кухню, и добавить его, и приготовить его. Да, это очень common. Да, это очень common. Можете двигаться на другой стороне, так что я покажу в кухню. О, в кухню. В кухню. Это пилинг, и есть вертикальные пилинги. Да, это просто. Почему мы пилинг? Нет, это не пилинг, это пилинг. Можете видеть. В Советском Союзе были такие? Да, у нас было только зеледное, а не пластмассовое. Похоже. Только другого типа, да. Ты помнишь, у нас была такая же? По-моему, не такая. Абрахам-Линкольн-Вайп используется подобное. Это как-то старый. О, вот этот? Да. Это механическое. Нет электричества. Да. Некоторые механические. Да, очень хорошо. Да. Потому что мы должны шредить это. Если у вас нет шредера, то как мы это сделаем? Да, мы должны шредить это. Мы можем положить это здесь. Мы можем положить это здесь. Друзья, скажите, что не прикольно. Да. Иногда, когда мы видим, что идут куда-то, и это как старые стены, которые продают старые вещи. Иногда это как... Антик? Антик. Да. Ай. Это не будет работать. Это не достаточно формально. Не всегда получается. Мне кажется, оно не было отцентровано, поэтому сломалось. Это не будет взблено. Это целый способ. Это будет не будет взблено. Это будет выглядеть в качестве сухи. Только каббеж будет взблено. Аааа, каббеж будет взблено. Это очень популярно. Эта машина популярна с людьми, которые не могут ехать грудь. Глутен-free. Они используют это для пасты. Интересно. Это очень популярно с людьми, которые делают низко-карб. Потому что паста-паста-пасты являются низко-карб. И теперь они используют это для заменения. Посмотрите, как долго. О, вау! Я думал, ты хочешь использовать это устройство. Нет, зачем я использую, это нужно усилить. Терка. Я знаю, как это. Моя бабушка у нее есть. Моя бабушка у нее есть. Прямо самая форма, самая размера. О, не снимай. Я хочу попробовать. О, ты хочешь сделать это? Так, пробуем репку. Нет. Это не было центровано. О, это не было центровано. Нет, это будет разрушаться. Это слишком ватерно. Текстура. Текстура. Да. Это правда. Оно хрумкое такое. Оно хрумкое. Да. В то время, когда мы не имели специфика, мы делали это все время. Да. Феда, я это сделал. Ты хочешь сделать это? Да. Моя бабушка будет спросить, что я делаю. Да. Моя бабушка будет спросить. Да. Да. Я делаю все. Я делаю все. О, у тебя есть два. Доброе. Это струкновая. Или струкновая. Многое ворота. Многое ворота. Многое ворота. 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 И это называется струкновая. Ворота. И это использована, когда вы делаете струкновые продукты. Многое ворота. И также... Вот этот. Извините. О, у меня есть этот. Да. Это для чего? Это начало с дерева. 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 Да. Окей. Окей. Да. Дженни говорит, что многие инструменты, которые на кухне используют, пришли из таких столярных мастерских. Использовались для работы с деревом. Да. Вот так, друзья, разрушается это спагетти овощная. Видите, как ножиком люди работают. Смотрите, друзья. Как они работают ножиком. Профессионалы. Вы называли это скрепер? Скрепер. Скрепер. Или бенч скрепер. Бент? Бенч. Бенч скрепер. Бенч скрепер. Или, как они называют это бейкер. Бейкер скрепер. Бейкер скрепер. Бейкер скрепер. Ага. Скрепер. Потому что вы его используете для пищи с флором, если пищевая скрепер. Угу. Угу. Окей. Скрепер. Такая. Можно сказать, пищевая царапучка. Так. Скряблка. Пищевая скряблка. Ах. Вот этот? Да. Угу. Ах. Попробуем. Ну, если я могу найти. Угу. Ну, и тогда. Угу. 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 Когда дети играли, они играли, и дети были длиннее, чтобы они могли прыгать. Вау. Да. 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 Это было круто. Это было круто. Так что, когда дети использовали эти прыжки? Да. Вы делали? Да. Лучки. Да. Я не вижу детей сейчас. Нет. Нет. Когда я был ребенком, все играли с ними. Особенно девчонки. Девчонки не так часто, но девчонки тоже. Девчонки тоже? Нет. Когда я принимал классы в боксинге. Но это специальный факт. Но в реальности мы всегда использовали скакалки. Скакалки. Прыгалки. Прыгалки, да. Я была очень профессиональной. Умелые впереды, назады. Друзья, как Света прыгала через скакалки. И с приспохом, и на месте, и двумя ногами вместе. В общем, как хочешь. Мы же в классике играли там. Да ты что. Да ты что. Друзья, у нас тут досыпается морковочка всякая. Так, это отходы производства. Это сюда морковочка пошла, и мы помешиваем, да? Да. Мы все это перемешиваем. А вот изюм с орешками? А это потом. Мы не хотим, чтобы он лежал с орешками. Нет. А что хотим? Мы хотим, чтобы потом, когда я тушу, положим, когда... Это не изюм, это вишня. Вишня, sorry. Это вишня с орешками. Окей, окей. Ну что, друзья, это у нас блендер. С помощью блендера сейчас все это в кашу превращаем. Кашка, получилась кашка. Нет, у меня может. Я работала на ресуране, в лейтехо. В 20-мм, он имел один из этих, но это было... Балый. Огромен. Огромен. Весенний патт был такой большой. Ты не можешь на ней сделать это. Так что он был на поле. Он имел это. Он просто прото для канала. Огромен. Да. бульон друзья отправляется по назначению потому что добавили водички там не вне чистый бульон там разбавили разбавили водичкой но что это что сейчас пойдут у нас специи чеснок, лук, черный перец, соль, семена горчицы, семена укропа паприка чили, перец, кориандр, соль и масло соли по вкусу лавровый листик здесь называется бэй ливш вот так у меня есть лавровый листик я знаю, они идут сюда это слишком много и это всплаживает это слишком много только немного и это близко если слишком далеко это всплаживает горошек, горошек зеленый нашелся у Джонни мы забыли с тобой взять уже смотрится неплохо ну как же, оно разноцветное а вот это получается просто как густенький бульончик так, подожди, а что есть-то там? там одна жижа ну получилось много жижа, да, он не такой густой получился я обычно два кочанок капусты кладу на кастрюле даже меньше, здесь один попробуйте надо, друзья, что получилось сейчас Джонни нам покажет, как она пробует да, мы хотим вкусить я имею в виду у меня есть лавровый листик из китайского ресторана и здесь и здесь так теперь можно взять и мы можем мы просто хотим лавровый листик это бульончик если вы видите лавровый листик вы знаете, что это слишком холодно это может уничтожить вкусы да, это не имеет enough масла и мы должны добавить оооо это вкусно и мы должны добавить салт 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 и лимон салт и лимон да вот 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 я обычно использую в Хималане и мы вообще нужно это очень много не так один два три три больше больше максимум 얼마나 больше чем бод по vibру по именно про всё это kolay прекрасно подроб 280 Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Я буду еще добавлять соли. Да, соли нужно больше соли, я согласен. Соли очень дорого. Да, соли Хималейский соли. Потому что соли Хималейский соли не очень соли. Я согласен. Но я использую соли Хималейский соли. Как вы используете такие? Для этого я использую соли. Но если хотите, вы можете использовать микрофон. Или вырезать его. Да, конечно. Индия был в одном из моих классов. Он сказал, что в его районе Индии, в центре Индии, близ Тибетии. Это огромные бульдеры. Это огромные. Они никогда не исчезли. Они везде. Ну что, друзья, перемешиваем уже с горошком, уже с лимонным соком, уже соли добавили, и перчик у Света потерла. Да, и вы можете чувствовать, что есть пепер. Сейчас будем смотреть, что скажут профессионалы. Если пара идет, значит, слишком горячее, чтобы пробовать. Подули, подули. Я не хочу повредить мои вкусы, пока я съеду. Хорошо? Нуричное. Вы думаете, что мы не нужны еще? Да. Можно сказать... Нет, я бы хотела более ярче. Ч summer Ctrl, для синарра и длил. А до болезли.